Лето это замечательное время отпусков, каникул и любого активного отдыха. Как только выдается отличный денечек, мы сразу летим куда-нибудь в парк, на пляж или едем отдыхать на природу. И любой собачник обязательно возьмет с собой свою собаку. Ведь собаке тоже хочется, а собачнику хочется провести время со своим питомцем. Но некоторые наши действия способны нанести только вред нашему питомцу. Всем привет, с вами Паня. И в этом видео я расскажу о пяти пунктах, которые помогут вашей собаке пережить жару. Также это видео мы снимаем совместно с двумя видеоблогерами. Это Вика и Ира. Вика расскажет о еще пяти пунктах, а Ира расскажет все про солнечный удар, его первые симптомы и первую помощь. Мы переходим к пяти пунктам, которые помогут вашей собаке пережить жаркое время года, раскомфорт. Первое, это обязательно, чтобы у собаки всегда была вода. Воды, много воды, всегда, везде воды. Пусть это квартира, дачный участок или просто вылазка на природу, у собаки должна обязательно быть вода. Если вы уходите с своей собакой гулять больше, чем на час, обязательно берите с собой воду. Сейчас есть масса приспособлений, в которых удобно переносить воду. Это и складные миски, и бутылочки с мисочками. В общем, не поленитесь и купите. Также чаще меняйте воду. Смотрите за тем, чтобы у собаки всегда была вода, всегда была прохладная и чистая вода. Чтобы у собаки вода оставалась дольше холодной, или вы куда-то уходите, вы можете положить в миску кубик льда. Если собаке все-таки очень жарко, вы можете периодически смачивать прохладненькой водой лапы, подушечки лап, подмышки, паховую область и протирать влажной тряпочкой внутри ушей. Так собаке будет намного легче. И также замечательно будет, если вы отведете свою собаку куда-нибудь искупаться или пошастать по водичке. Если, естественно, ваша собачка любит плавать, не стоит загонять ее туда специально. Но, тем не менее, не забывайте про то, что время должно быть либо рано утром, когда еще не жарко, либо лучше поздно вечером, когда тоже не так жарко, потому что в 3 часа дня по раскаленному асфальту такси. Это о нагрузках. Не заставляйте свою собаку слишком много двигаться, особенно в слишком жаркое время. И также не заставляйте свою собаку там бегать за чем-нибудь или тренироваться в очень жаркие и душные дни. Если вы занимаетесь собакой каким-либо спортом, перенесите тренировки на утреннее или на вечернее время. Я знаю, что тренера идут на встречи и сами так переносят. И сами переносят тренировки. И также мы снижаем, и также желательно снизить интенсивность этих тренировок, если очень жарко. Откажитесь от участия в выставках, соревнованиях или посещении какой-то дрессировочной площадки, если там нету тенька, потому что собаке все-таки нужно отдых в тень. Третье. Нужно иметь в виду то, что неокрашенные части тела собаки, либо же слишком светлые, могут обгореть на солнышке. И обязательно следите за этим. Если ваша собака любит загорать, то следите, чтобы она не перегрелась. Как она только начинает тяжело дышать, сразу уводите ее в тенечек и дайте ей побольше воды. Также Вика рассказала вам о том, что собак стричь на лето это очень опасно. Так чем это опасно? Во-первых, незащищенные участки тела, ну как пах, подмышки или внутренняя сторона ушей, если она вот так вдруг загорает. А также стриженные собаки могут получить не только солнечные ожоги, также они могут подхватить солнечный дерматит. И еще спровоцировать различные заболевания, такие как гемангиома, гемангиома саркома, актинический кератоз и плоскоклеточную карциному. Я гелево говорила, здесь название, блин. Также старайтесь не ходить со своей собакой, в смысле старайтесь, вообще не ходите со своей собакой уже по разогревшемуся бетону, асфальту, камням. И если вы, если попробуйте рукой, если вам горячо, лучше возьмите свою собаку на руки, либо же обойдите как-то это там по траве и не выходите в самые пики, естественно, ни в 12, ни в час, ни в 3, если собаке предстоит херачить по разогревшемуся асфальту. Также присмотритесь, если вы на галичном пляже или на обычном пляже, если вы не сможете идти по песку, то собаку тоже следует взять на ручки. На рынке зоотоваров вы можете найти огромное количество охлаждающих вещей, это как охлаждающие подстилку, например, в поездку, так и охлаждающие банданы и попонки. Первый вид охлаждающегося коврика, это который активируется под весом животного, но для маленьких собачек это не подходит, так как если вы сядете, там вас будет охлаждать, а маленькую собачку весом в 3 кг я очень сомневаюсь, и такая есть у моих знакомых, и она не охлаждает маленьких собачек. Второй вид это коврик с наполненными кристаллами, так же и делаются и вот эти попонки и банданки, то есть вы замачиваете либо в холодной, либо в горячей воде, и оно отдает либо холодным, либо горячим. Это очень удобно, когда, ну и зимой, то есть и летом, потому что зимой вы сможете на дрессировочной площадке спокойно погреть лапы вашего питомца или в попонку завернуть собачку, а летом собака будет охлаждаться от этого же коврика. Третий вид это со специальными пластинами, которые нужно либо нагреть, либо же, опять же, охладить. Четвертый вид это специальный матрас, заполняется водой, я думаю, такое вы сможете сделать и дома, и если особенно жарко, то это не составит труда, если вы купите какой-нибудь маленький матрас надувной и заполните его водой. Ну, в общем, охлаждающие банданы и попонки вы сможете это все найти в интернет-зоомагазинах. И пятое, это уже о купании. Добравшись до водоема, не спешите спускать свою собаку с поводка. Первое, что вы должны убедиться, что она никому не помешает, потому что мне, например, очень надоело слышать такие отзывы, собак привели, там или то, или там то, или там фу, собаки. Я хочу, чтобы я спокойно могла прийти с собакой на пляж, она спокойно поплавала и не спокойно уж никому не помешав. То есть не следует отпускать свою собаку, вот так вот нестись по пляжу, через всех людей в воду и пугать их, и потом собака тряхает, не смотрится на них, нет, не следует так делать. Второе, это убедитесь, что купание для собаки безопасное. Если, допустим, заили на дно, или там плавают коряги, там чуть-чуть арматура, не следует пускать туда свою собаку купаться. Третье, собака не должна с разгона, уже такая вся жарка ей уже, и она несет с разгона в холодную воду. Нет, подведите собаку спокойно, пусть она немножечко приведет к температуре, а потом уже отпускайте ее купаться, чтобы не было никаких, блин, перепадов резких температур, и чтобы собака себя чувствовала нормально. При первых признаках недомогания, это повышение температуры, озноб, нарушение координации, заторможенность, то есть сразу обращайтесь к ветеринару, либо вызывайте его к себе, либо сами едьте к нему. Также подробно о солнечном ударе, о том, о его симптомах, и о первой помощи собаке при солнечном ударе, вы можете посмотреть у замечательной видеоблогерши Иры. Еще о пяти пунктах помощи собаке в жаркое время вы сможете посмотреть у замечательного видеоблогера Вики. Я надеюсь, вам это видео было полезно, и оно вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на канал этих двух замечательных девочек, у них очень интересные тематики. С вами была Паня, любите собак!